здравствуйте друзья у нас в студии гость который радостно вам представиться руслан меня зовут ну а откуда я с южного урала с башкирии западной башкирии если точнее башкирии там а там реально башкиры живут или еще кто-то ну башкиры татары русские русские на первом месте титульная нация она как бы башкир средине но там нет такого чтобы там титульная нация как-то обижала всех остальных там как-нибудь скажем если начальник должен быть титульной нации нет нет но может быть какие-то преференции у них есть когда поступают в учебные заведения правда такое в наше время такое ну да они могут даже экзамен сдавать на башкирском языке не ну так это черт вместо русского нет это нормально чужой не в своей республике ну принцевать уже слава богу что это в русских не заставляет сдавать на башкирском уже пусть спасибо скажут ладно хорошо значит просто я помню советское время там что происходило я бывал башкирии мим памятника салават юлаеву объезжал да там люди жаловались что вот как бы если начальник он должен быть обязательно башкирова скажем заместитель и может быть там татарин евреи там уже неважно вот начальник должен быть башкир ну вот да то что я говорил про титульную нацию то есть сейчас такое есть то есть это в госоргане пришли частный бизнес так наверно без разницы ну да хорошо так как как искали место называется небольшой город билибей билибей 60 тысяч население что-то ближе делают я занять чем живут ну завод есть городообразующие предприятия так что там что там на заводе как спутника ваза как бы комплектующие для ваза шарова это но хорошо то есть работа принципе ездят такая есть так что вот там например употребляли там массово но есть да и тоже советская культура сильно повлияло на это делал как то есть все пьют уже и мусульмане пьют но мусульман как таковых не было советской ну да сейчас как бы более религиозными мы все стали не только ну стали пить меньше то или нет по кругу общения с кем я общался стали как бы меньше допить но я как спортом все еще ведь наверное за рулем же многие тоже существенно есть есть хорошо давайте про спорт что-то у вас со спортом вы связаны я занимался борьбой ну и сейчас занимаюсь какой греко-римской борьбой у вас и профиль такой греческий это не случайно же вот как родился с таким профилем и да и понесет причем в тяжелом весе это не немало сколько у вас тяжелый вес считается сейчас по настоящим правилам 98 килограмм ничего себя у вас сколько у меня где-то так же можно сказать что не дает но 98 99 а не проще там скинуть пару килограмм и уйти в ниже категорию сейчас кстати 92 сделали категорию можно и уйти в нее не ну потому что а чё если там у вас 98 а у этого там 160 и как с ним пыхтеть то нет это же супер тяжелый вес до 130 следующий тяжелый это 92 до 98 а супер тяжелый от 98 до 120 и 130 так я и говорю тебе 98 и 130 разве можно туши такая до 98 я файн более-менее хорошо так минуточку так вы и тут что ли боретесь здесь я до боролся сможешь сказать с местными до 2013 год был успешным таким 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 в америке то сколько 10 лет 2008 феврале а как вы приехали сюда 10 борьбы так длинная история давайте самое интересное в 2008 году вы как сюда приехали поджей one поджей one визе это воркан тревел или что это было ау-пэр такая то есть типа как компаньон до проживание в американской семье программу культурного обмена родить так вам 10 лет назад вам сколько лет было 24 ага 24 года а как вы нашли вот и живя как как вы назвали это место бюль нет вели бей били бей вы жили в били бей потом я учился в уфе это наша столица башки и знаю мочи он и город в миллионном городе уфе уже людей больше информации больше да там я и английский как бы учил как вы попали в эту программу вот как вы узнали что есть вот как это произошло живет человек живет никого не трогать борется по римской классической грека римской все поняли да значит грека римской и и вдруг раз и а пэр но я начал общаться как бы я имел интерес к английскому языку изучал и там начался 3 это было как бы американская церковь у них своя там миссия мормоны да у них и можно было приходить к ним садишься в кружок общаешься и и 9 9 месяцев как бы практики с ними дало больше чем вся школа и так далее помимо 9 месяцев практики можно хорошо рвануть там я познакомился женщиной которая занималась этой программой в россии упр то есть она местная была но она из уфы да и какое-то коммерческое предприятие до которая просто находила там находила американскую семью в по как правило на искусстве работает и это стоит денег вам то есть чтобы поехать в такую ну я платил за билеты сам не нет билеты ладно но услуги вот женщины да она просто как ну как часть этой организации было я понял хорошо то есть она там на зарплате значит она подбирает людей и вы поехали в семью обычно девочки я знаю вот едут да да это но из мальчиков нас было как бы у нас была неделя в нью-йорке типа обучение на одном инструктировали так далее у нас там очень бал мало мальчиков бы особенно из из россии очень мало так куда вас приставили в каком западного на семье пенсильванию меня то провели в петтсбург такой конечно петтсбург да ну там я там прожил где-то девять месяцев пожил так что делали в семье какая работа там это уж давно было нужно будет детей отправлять школу там по есть ровля готов управлять или доставить нет нет просто за ними автобус приходит до какого возраста дети им было 8 и 12 лет там мальчики мальчики они поэтому хотели дядю они хотели бы со спортом был дядя связано но вы их учили там греко-римской борьбе может быть где-то на повозиться на ковре она на полосе смысле а так я им сделал турничок там лом какой-то привязал и научил их подтягиваться они подтягивались хорошо 10 раз да ну то есть окрепли родители довольны были довольно да но им больше нужно было тоже по быту такие там где-то научился там блины жарить готовить какие-то ну их неамериканские панкейкс ну хорошо вы за эти за эти девять месяцев у вас английский лучше стал лучше лучше стал что интересно когда приезжаешь в америку всегда это какой у тебя английский первую неделю первый месяц три месяца и когда год проходит уже никто так не говорит ну когда видит что английский совсем плохой то вас пытаются немножко как бы поощрить до стимулировать то есть когда когда у тебя английский ставится поприличней то тебе уже перестают ведь о какой замечательный английский это там два слова к штаб хай о какой прекрасный 9 месяцев мне кто-то сказал да не может быть ты здесь уже давно живешь чтобы ты здесь был 9 месяцев я думаю я и в россии учил как бы я не то чтобы я какого-то очень большого уровня достиг хорошо и так идем по порядку вы приехали в феврале 2008 года через девять месяцев там денег к ноябрю вы там меньше октябрю вы закончили свою программу до или что или вы просто ушли раньше времени ушел чуть раньше до шоу куда вы ушли я ушел поехал в чикаго там начал заниматься ну устал как бы на сегодня не крутим мы крутимся подойдите но с точки зрения визы или галили легальности то есть вы как бы вышли из этого состояния через некоторое время я женился какой срок прошел между тем как вы уехали и женились ну там это неважно не хотелось бы вдаваться хорошо и так вы уехали в чикаго развелся когда женился нет это лично в том смысле в каком это помогает дело если больше это пикантно то не надо значит уехали в чикаго чего делали там сдал на сидел на на траке на траке на поездил потом подожди сколько ездили где-то год полтора зарабатывается хорошо на траке в то время заработал неплохо но вы при этом снимали квартиру или прям так и жили в этом траке нет я снимал ну комнату правда не про развернулись то есть у вас было место где остановиться если что хорошо поездили на траке заработали какую-то денежку может быть да потом как бы была такая все хотели купить ну но свой трак покупаешь ну все это был по накатанный бизнес-модель а потом два драка 3 трое этот трейлер потом идет и потом только второй трак идет подойдите и драк это вот маска это автомобиль без трейлера это да это как боб тэйл еще говорят боб тэйл это просто тягач сидели до тягача тягачи говорили окей а тягач то есть тогда ты берешь чужой трейлер и его даже работаешь просто как водителя потом ты можешь стать оунар оперейдер то есть хозяином своего трака и трейлер и трейлер не обязательно но хорошо а потом уже можно и своего стволите открыть то есть название компании взять но это как правило из корпорейшен такое и дам уже на свое имя брать грузов бы то есть покупать второй третий там десятый трак нанимать людей платить им там и получать искать разницу между себе стоимостью и тебе стоимостью да то есть вот этот посредники америка же как она на посредниках построена то есть между водителем и брокером ставит огромное число таких посредников ну да допустим диспетчер транспортная компания потом брокер и в конце только вот этот отправитель груза как правитель и когда вот этот круг посредников исчезает как бы тот кто ездит может сам брать груза отправить он как бы выводит из цепочки какое-то количество людей да и все остальное ну как бы нагрузка увеличивает новый оператор 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 или нет да и был конечно что зарабатывает вы или скажем в то время что зарабатывал он оператор который едет на своем траке но это зависит от того что можно больше работать можно даже ну вот я знаю люди некоторые говорят что там 14 часов день не работает что много не заработаешь это правда так до 14 часов это в порядке и что что получает чек по заработающей 14 часов день но так скажем там же по милям все равно давайте это как-то в милях новость им служить и чмит в год это если в неделю проезжает по 2000 миль в среднем ну там же еще разгрузка погрузка ну хорошо за скажем за год что вы заработали там самым чистыми 40 50 тысяч всего после налогов до налогов значит там нет 60 60 да еще там же личный налог и еще с с корпорацией с корпорация проходит насквозь и так называемый так строк по спасу второго что там нет отдельно это все корпорации есть отдельные с корпорация вы платите бизнес на бизнес прибыль идет на ваш личный счет и выплатить как частное лицо ну хорошо то есть работаешь я извиняюсь как совраска по четыре часов день и в итоге имеешь там 60 грязными ну ну хорошо зависит от прицепа тоже если рефрижераторы еще какая-то там платформа то может быть больше а если допустим вы как он оператор например взяли еще там какой-нибудь системку приобрели и кого-то на него посадили где что-то его платить и вот что у вас останется от этого человека то есть навар какой с одного трака я не спрашиваю какой инвестментом и так далее но есть у меня дополнительный трак с прицепом и я посадил человека что что я заработаю с этого допустим блок брокера по платят 170 центов за милю ну чтобы да и чайку поднесли так и и допустим спасибо на топливо уходит 40 центов сразу откидываем это все ваш расход топлива на содержание на мэйтеннесс там 20 центов уходит возвращается доллар 10 на милю и еще там амортизация depreciation да ты тоже ходит еще на и в итоге допустим такой от всего этого остается 80 она заплатить тому водителю который ведет если бы а окей ну тогда он работает за 80 процентов то есть если брокер платит 170 центов 80 процентов от этого он получает водя да я за диспетчерские услуги как бы 20 процентов себе оставляет но тогда он платит за бензин да он сам платит то есть у вас остается значит еще раз значит вам дает доллар 7 значит 20 процентов у вас остаются то есть там 35 центов с мили а если он за год наездил 100 100000 как вы говорите да да вот вот ему и остается эти 60 родить а вам остается 25 процентов и со 100 тысяч миль это фактически ничего там 2000 в месяц ну да не а ну конечно морфи мне можно есть людей также в 10 и венами 10 траков так лишь уже будет не 20000 год там не 25 а 250 уже нужно можно персонал до диспетчер должен быть накладные расходы тогда появляются дополнительные людей да друзья дустро трудно как трудно жить и вот работали вы на траке сначала по найму потом он оператором потом свой открыл свою компанию уже людей набирал себе нанимал людей так но они такого что воруют допустим или как-то пытаются обмануть не заплатить водитель может слить топливо да ну на заправке уже когда заправляется это давай давай хорошо все-таки значит чего вы ушли то из этого ну вот на на инженера учусь не но я понял давно вы прекратили нет вот буквально в этом году значит вы если не десять лет то может быть там 89 были в тракинг-бизнесе я просто почему так заинтересовался потому что у нас тут вот вот прямо в этом офисе было человека три или четыре тракеров которые блогеры они траки а прямо едешь там баранка крутишь там камеру поставил это рассказывали они все уходили те кто к нам приходил вот ребята они сейчас действующие тракеры и и когда мы смотрим вот эти рассказы и там получается так если ты приехал и ты не знаешь как что чего русского английского нет это вообще не знаешь как бы садишься на трак работаешь как собраска получать нормальные деньги чтобы семью содержать особенно если есть семья вот так подается это все то есть вы же собственно тоже так правильно вы из ничего примут вас не было профессии ничего там сели жахнули поехали конечно в какой-то мере как бы работать водителем даже проще или работать на своей машине но тоже водить свою машину в проще и в моральном плане меньше ответственности меньше бизнес ну бумаг всяких а вот у вас не было мысли может пересесть на убер например вот я смотрю много народа на убери работают и я правда недавно подключился и должен сказать что за исключением одного мексиканца которая нас вот отсюда в аэропорт вез все остальные люди были откуда-то с ближнего востока и из мусульманских стран были из пакистана из египта я не я не помню из разных вот там ахмед и мухаммед это вот вот буквально я думаю наверное но они на убери зарабатывают больше чем какая-то работа не требующая квалификации то есть машина у него есть он сел и поехал и я слышу истории когда люди там по пять по шесть по 7000 там зарабатывают на убери так может месяц в месяц да но они как-то исхитряются они там как-то значит начинают ориентироваться какие заказы брать не брать как угланяться от того чего невыгодно и тогда я так может быть так что-то от рак водить к но я не слышал про 5000 в месяц не не слышал хорошо сколько слышали я в основном слышал что это студенты которые ходят в школу учебное заведение и они ею в парт-тайм как бы они по выходным ездят чтобы как бы свести концы с канала сегодня например четверг вот сейчас у нас четверг сколько времени там 455 часов дня четверг вот я сейчас пойду на обер посмотрите сейчас будет сейчас запустится и покажет мне вот мы сидим да вот видите значит вот раз машинка буквально там минуту езды значит 1 машина 2 машина 3 4 5 6 7 7 машин прямо вот мы сидим вот они ездят я иногда выделил то что они зарабатывают даже ну ну хорошо если 5 очень неплохо нет ну 5000 наверно очень постараться но если работать вот так как вы там по 15 часов в день это очень до стресса конечно господи боже не нам слава богу хорошо бы я попробовал это хорошо каким образом вы к нам-то к нам-то попали то есть первое что вас привело к мысли о том что нужно это завязывать физически тяжело вдруг болезнь у меня были люди которые строкинг и приходили у них какие-то проблемы начинались со спиной там еще что-то не готов к 40 мне подхожу больше не могу вот такие были а есть такие что начинают 50 но чего вдруг это нисколько там тяжелую работу я был довольно таки счастлив ну как бы сказать просто охота попробовать новое не упускать каких-то возможностей я понял не потому что было плохо что было еще а знакомые в киеве работает нет он как бы смотрит ваш канал так друзья потом смотрю я простыл малька нет с лимончиком видите по доже самое подносишь лимоником бомбом бомбом горяченького подливаем хорошо а жили вы это время где вот к нам сюда откуда приехали с северной каролины и шарлотт или где-то эшвилл эшвилл четыре года прожил в чикаго четыре года северной каролине я правильно понимаю что если ты в трекинговом бизнесе тут ты легко съезжаешь такое место где все очень очень дешево в шуте все равно все время на машине да как бы из-за разницы хорошо то есть нет смысла жить чикаго когда можно жить там день в эшвилле а эшвилл как бы нормальное место или такое отстойное вот это можно просто ну жить удовольствие получать это красиво неплохое там небольшое среднегорье 2000 футов где-то и климат довольно-таки опалача я здесь да западная уэстерн каролайна это как бы считается то должно быть красиво по идее да да очень красиво это и там такой парк вы идет из по трем штатам народ хороший неплохой да есть и местные там родные ки тоже а с редаками сложно общаться или как бы понимать да ну потом ты даже и пик сам аксон фондом но когда с ними при этом симпатичные люди в человеческом плане они симпатичные ряда принципе трудяги такие да они консервативные или фермер или либеральные они republicans это консервативные консервативные потому что вот когда выборы были там трамп полностью прошел в теннесси в норд-каролайне уже так 50-50 так скажем а в теннесси это хорошо это как бы из южных штатов получается уже юга как юг рабовладельческий друзья там бывает приедешь паспорт отнимут и в рабство так что по америке надо очень осторожно так значит эшвилл южная каролина это северная северная каролина все границы да на самом деле говорят что вот там где-то в северной в южной каролине какие то есть чудовищного размера склады мебели откуда вот мебель развозится по магазинам что вот если поехать на эти склады то можно неделю ходить или там на чем-то ездить и выбирать себе мебель виду кис слышал потрясающие истории чуть ли не за полцены нет я че ты не слышал ну и ладно хорошо идем дальше вы в эшвилле чувствовали присутствие какого-то компьютерного бизнеса который как бы развивается вот там рал и вот этот технологический треугольник или там может быть какое-то влияние шарлот столицы да вот урала я чувствовал там как бы более развитые шарлотти тоже особенно я сейчас смотрю на на рынке труда то есть вы там интересуетесь вы родите но у вас есть семья нет но у меня родители ко мне приезжают периодически вообще сами по себе да хорошо то есть вам на самом деле не так важно и даже где жители или или важно нет неважно я как бы знаю штаты в которых бы я не хотел жить ну в которых калифорния очень неплохой штат она ведь дорого же до дороговато но хорошо вы как человек по стране покатавшийся вот где бы вам хотелось жить я понял калифорния а что солнышко по что здесь скроме погоды калифорния да неплохой штат но мне еще кала колорадо нравится да допустим это там и близко к спорту красиво там очень горы там находится центр олимпийской подготовки высокогорье там тоже хорошо восемь тысяч футов до высота очень большая два километра сидом вы любите такое там и там и десять тысяч есть да но дышится совершенно по-другому вы знаете чтобы дэнвер дэнвер на высоте шесть тысяч футов на мой взяток у нас тут лаэхтаха в дэнвере нормально а вот когда ты уже там дальше в горы начинают двигаться там местами тяжело и есть места по вас спине там просто воздух продают вот таких баллончиков кислород кислород продают попшикал там и может быть это так чисто туристическая фишка я не знаю но там 10 тяжело там одышка начинается начинаешь там ползти куда чаще зевать начинаешь до адаптировать хорошо то есть вам нравится колорадо северная каролина привык тоже к ней ну город побольше там шарлотта или ралли что же он такой так атланта джорджио там жарковато довольно влажно влажно тут нравится миннесота подходит там очень много моих тиммейт живет который борьбой занимаются а миннесота это такой край как бы там конечно без меня полис большой город красивый но там как-то много озер баллова грибов это такое как бы квадрат 40 на 40 миль и там на каждом ворок на 40 пример ну вот вся эре это тоже по мегаполин полдами и как бы на там большие расстояния население 3-4 миллиона этом на каждом бэк-ярде там по болоту есть и и комары все так то есть расстояние огромные а людей не так много ты расстояние как в чикаго допустим но в чикаго живет 10 миллионов и там ну точно такие же расстояние с одного конца в другой там 30 миль на доехать 30 40 но люди там что называется nice ну да да и су как как в америке вообще говорят что вот калифорния она меньше nice вот люди которые это в какой-то миннесот или там еще откуда-то они готов калифорнию приезжаешь здесь люди погрубее вот они там как то вот ну вот им вот тип нью-йорка то есть так как так летят стремятся кому куда-то вот и для здесь очень много иммигрантов с разных стран там вот центральной америки на мид-уэсте на среднем западе западе очень но более такой ровный состав иммигрантов очень мало хотя и даже и сомали есть родных лекарства жизнь там всех вас работ какие-то мексиканцы есть есть они они везде есть есть такие бригады даже кочующие передвижные они поскольку сезон там по времени меняется допустим когда здесь уже ну скажем какую-то работу выполнили они следят на север двигаться а потом обратно начинает там север на юг двигаться то есть такие сезонные работы они могут там полгода находиться в сша там чего-то делать потом на полгода поехать домой потом опять что-то делать да конечно это все хорошо но русский образ жизни вот это русское детство так скажем российская которой я провел советская в когда она мне больше нравится как бы здесь эти школы тебя сажают в автобус привозят тебя контролируют школе это как такая мини тюрьма что особенно лос-анджелесе я видел там заборы стоят и колючая провода никто не может из школы уйти правильно но ведь это же ты можешь нарваться на неприятности там где мы с вами жили без проволоки и без стены там мы играли на здоровье там могли побить там могли отнять что-нибудь отжать там что-то да и ну свои риски как бы особенно у нас на урале это как бы дикость и азиатчина и так далее ну здесь вопросы безопасности да если такое спорт тоже сравнивать спорт допустим особенно юношеские в таких видах так мне больше нравится конечно вот наша советская система тоже есть даже допустим отношение к борьбе если взять к таким видам спорта у нас как бы борьба развивалась вот так годами шла ну то есть правила развивались годами веками а здесь они наоборот опять же нация которая помешана на безопасности допустим они взяли допустим вольную борьбу официальный вид спорта они ее обрубили обрезали своими ну то есть изменили правила какие-то и она стала совершенно другой но с их точки зрения безопасной допустим греко-римская борьба у них не считается безопасной вообще то есть в ихней борьбе броски со стойки как бы оцениваются также как то есть два балла то есть нет у нас допустим особенно борьба на поясах на слышали там считается вот красиво поднять соперника и бросить вот это считается красота отшибить его все внутренности нет ну мягко же там даже где-то на сабантуях на народных праздниках там же посыпанные опилки или чем мягко падать то есть понятие о красоте борьбы допустим совершенно другое я когда сам бы занимался так там как бы вся идея была в том что не должно быть мягко поскольку это там самооборона без оружия да 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 очень близко и они так мало того они там то есть это раз и вот сюда припечатать никто да ну вот так он припечатался хотя конечно ты можешь немножко смазать и там когда тренировали свои ребята и так тихонечко положил но да и с китатами очень тонко абсолютно там чисто символически поэтому там господи еще хочет шибить можно хотя говорят что борьба и там даже бокс они не настолько травматичны как многие другие виды спорта где и не подумает нет уши да как бы как бы уши бывают у борцов двух двух видов там жесткие уши и мягкие у меня как бы вообще ничего нет можно что уродно делать с ухом а я когда я когда занимался боксом значит мы ходили его целыми днями нос разминали вот так сидишь на уроке туда его сюда и так его и вот так вот такой вот хрящий кто-то до сих пор это ну не знаю профессионалов лучше ходит но когда тот разминал сидел интересно теперь ну вот вы сейчас от учитесь собственно уже почти закончили там а тяжелый предмет вот чем учим вообще она как ну довольно тяжелая как бы к я еще знаете там 13 лет не сидел за партой это только что-то привыкли я согласен но вы интересно интересно на необычную по как бы жизнь то полностью поменял подождите так мы не перелить сейчас тихонько значит а вот там декодирование там автоматизация вот руби там я не знаю так понятно что происходит ну понятно что происходит идея я знаю что это я могу освоить просто мне надо больше времени чем другим людям и как бы в планах пока начать работать у и параллельные уже из точки зрения дальнейшего роста у вас есть как бы понимание того что там через пару лет вы не можете оставаться все еще ручным тестером а надо взять и куда-то сдвигаться в сторону какого-то программирования легкого там уже не оставаться сложно потому что следующим получается вы пошли искать работу а вы уже пять лет работает и от вас ожидается что за пять лет вы знаете чего-то такое чего люди не знают через год или через два давайте если там через год через два вы можете искать работу скажем на 40 долларов в час то с пятью годами они ждут что-то вы такое нужен ну не платить же вам столько же сколько начинающего платить больше а получается что платить больше а знаете как человек не то что совсем начинающий но недалеко ушедший поэтому нашел работу молодец но дальше надо поэтому нужно изучать да поэтому нужно изучать и программированные языки из теста домашин тулс не состоят на месте на потихонечку двигаться и тут это может освоить любой просто кому-то больше времени безусловно сто процентов школа просто показывает направление с кем не соревнуетесь ни с кем вы идете своим темпом главное двигаться тут я видео делал не недавно как мы там на были на мероприятии по поиску работы и что вот индустрия идет вперед а люди отстают если они сидят на месте и там из алисы в стране чудес кто-то совершенно замечательную цитату дал что для того чтобы оставаться на месте надо бежать вовсю прыгать а если ты хочешь куда-нибудь попасть надо бежать как минимум вдвое быстрее на месте оставаться да конечно сколько народу из бизнеса раз и был в бизнесе и вынесло вы применяете нет новые и поэтому я как бы вынесли оставался в своей нише как бы не не расширялся у меня не было цели расширяться и так далее потому что не было амбиций таких ну я не про вас что вы сами вы решили что вы пойдете еще куда-то я говорю что есть люди которые они бы с радостью остались а раз и нету мы мы вот как школа когда интернет бум ввалился там 17 16 лет назад так я бы с радостью имел вот столько студентов у меня были у меня был класс там сидела двое или трое вместо там 15 поймать и вот собственно из-за чего было рецессия была интернет бум ввалился никто больше не нанимал но для начинающих места не осталось это где-то год 2001 2 3 может быть в третьем стало улучшаться в четвертом стало нормально но это же люди должны узнать что нормально они же знают что все обвалилась поэтому между четвертым и скажем восьмым вот начинался постепенный рост люди приходили там и те кто работу потерял возвращались обратно там и тогда поэтому время время занимает но я бы с радостью так выше было мы же страхованием занимались переключились на страхование школа шла студентов практически не было будут софии занимались страхованием легендарным агентством компании farmers insurance хорошо с точки зрения человека который вот так по стране поездил поглядел как бы вы ответили на вопрос на вопрос но тем не менее где лучше поселиться новичку вот ребята формочки свои заполнили ждут выигрыша в green card лотерею и думают где я буду жить вот где лучше поселиться новичку особенно если английский не очень больших городах как все наверно советуют больших городах чикаго нью-йорк некоторые советуют езжай в деревню где русских нету можно да но там уже не будет таких вариантов работы и как бы вариант меньше вариантов а русские люди хотя бы на формах надо смотреть они могут что-то подсказать это хорошо когда есть на заре на разрешение на работу а до логи это решение бывает такое время когда я был я прошел через это когда нету разрешения на работу некоторые говорят вот я приехал я поработал не понравилось так у тебя есть green card у тебя есть разрешение на работу ты обратно уехал в россию ты просто никогда не был что ты как таким как бы сказать нелегалом там не таким нелегалом которые через забор перелез не возвращались легально въехал да но и у тебя не так много я и на мувинге работал там ну пару месяцев то есть перевозками да да на разных работах то есть любой работе рад как бы и в больших городах конечно этой работы больше и можно и на мувинге ну то есть всем этим заниматься просто должно быть такое желание вот как у как у меня было допустим наше поколение такое вот мне было там в 90-х годах мне было 7 в 90 году 7 лет и тогда пошли вот эти диснеевские мультфильмы они там и как бы это как бы наше такое упущенное поколение которое воспитывалось на американских фильмах ну так так скажем упущенное так потеряно то есть сейчас вот сейчас я ездил в россию там все ничего американского русские фильмы русское то все русское и там про и уже вирусы но есть но на особых каналах америка выставляется в таком в черном свете до диснеевских мультов нету я не видел а у нас все это было там даже передачи были там америка с михаилом таратутой да я помню он из орегона откуда-то был собрать иском был и мы вот и вот на таких программах на таких мультфильмах мы росли я вот помню мне было семь лет там меня мама звала в воскресенье я бежал смотрел это эти мультфильмы и вот так и вот эти картинки они сразу нам закладывались подсознание америка это хорошо типа езжайте в америку вот тогда я полюбил и английский язык и америку и и такой мультфильм как сейчас помню скруч макдак у него свой rolls-royce у него водитель и у него открывается вот эти ворота на буква с и потом он купается в этом золы герой в жвачке были еще с ним да вот жевачку съела стикер остался то есть как бы с одной стороны это программирует вот ребенок это видит с другой стороны вот эта картинка потом движет то есть любой мы любыми путями как бы поехать в америку ну просто америка ассоциируется с чем-то таким идеальным а что же вот нынешние это которые воспитаны на и ему а сейчас они все равно рвутся в лотереи участвуют ну да да я вообще не знал про лотерею там ну в 2008 году я думаю она была была на 95 фактически начали принимать заявки в 93 то есть это было деви 95 а в 93 они уже вот в это время подавали американские фильмы тоже вот эти пиратские фильмы мы смотрели и вот эти картинки там зеленая лужайка студент студенты партии там они отдыхают как бы и ты думаешь о вот это вот настоящая жизнь да вот это но здесь палка о двух концах америка как бы как бы в россии даже больше свободы я думаю свобода как поступать как хочешь и так далее какие-то свои ну такое высокопримативное общество россия примативная да то есть есть как бы цивилизованное общество а есть такое примативное общество ну то есть такой термин из биологии да повторю значит там все-таки куда деваться вот этому человеку который сейчас лотерея выиграет а может быть уже выиграл же люди которые выиграли вот и вот это вот это в этом мае месяце и думают куда куда да вот где вы искали начинающим ему я понял большие города я понял работа водителем больших городах жалов там это что нью-йорк шага но не не даунтаун чикаго а вот пригорода чикаго нью-йорк не нью-йорк я не очень нью-джерси это через речку нью-йорка еще более-менее грязновато дорогова хорошо а вот там флорида майами вот туда майами да почему нет ну влажность климат такое тяжеловато влажно там северная флорида вот джексонвилл и майами там крем климат небо и земля раз совершенно джексонвилл лучше климат да да там и зима по-другому наступает и и ночью другие температуры то есть джексонвилл предпочтительнее но в майами просто работы много хорошо а вот так из чего-нибудь там остин какой-нибудь или там даллас вот техас мне понравился вот эти дороги особенно дороги там что-то монт монументальное строит допустим один уровень 2 3 вот эти эстакады да я когда это увидел первый раз я вообще удивился очень там как у нас дороги как построены по принципу у нас там вот такой перекресток да и там светофоры стоят а здесь чтобы этот перекресток избежать вам построят вот такую эстакаду его без светофоров не снижая скорости на 40 километров в час так проедете и поэтому грузопоток ну машины по-другому большее количество машин за единицу время способность хорошо а вот лиза феникс в аризоне лос-анджелес как в фениксе один раз был по моему хорошо лос-анджелес лос-анджелес мне нравится только все что восточный там orange county так южней нет на истат лос-анджелес лос-анджелес это кстати самый длинный город с побережьем ну как как раз а до береговая линия а на втором месте сочи в мире как ну насколько я слышал и вот лос-анджелес вот там такие города сан-бернардини это от центра лос-анджелеса на восток где-то 80 километров 50 миль какие вот такие они довольно крупные там сто сто пятьдесят тысяч и там более американский стиль жизни нет нет такого мегаполиса ну как бы южный такой очень много мексиканцев ну нормально мегаполиса начинающих ну да я не знаю сколько жилье стоит но чуть дороже наверное в чикаго вот насчет жилья очень неплохие цены на шарлотт кстати очень неплохие цены на жилье можно и землю купить и и дома не дум как бы то есть недорого купить домик все завести у нас есть такая тенденция в кремниевой долине когда мы смотрим куда люди едут вот северная каролина как бы одно из таких мест но может быть не столько шарлотт сколько вот именно треугольник технологический вот но в общем то там дешево все и можно корму люди семейные частенько там какой-то недвижимость заводит это врали выгода у меня вот кстати друг был он здесь закончил тоже школу я даже не знал что он здесь закончил потом мы созвонились и он сейчас неплохо устроился но у него есть математический уклон была школа это где сейчас сейчас он в коламбусе штат угай да даже шикарное место фонда хорошо устроился и он сразу это на ruby automation и он не не entry не первоначальная позиция а уже где-то посередине настолько он хорошо подготовил у меня была девушка одна она не жила в коламбусе она жила там еще город какой-то есть большой там жила ей было лет на ряду есть не цена 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 вот вот и она едет 35 уже был и у нее было трое детей и она училась но в общем но и как тяжело учисковать которые детей и когда ты много лет уже не там не занималась нечем таким но первые первая работа у него выпала вот как раз коламбусе а мне муж еще работает и там был контракт на три месяца и я буду поезжай на три месяца с ними там комнатушку и три месяца у тебя вот опыт появится живем и ежи-то принтер шипов то нет так что 40 долларов в час работа была там 40 долларов здесь ну года три-четыре назад жуткий день как здесь нет там 85 до вела не кончилось тем что она поработала три месяца потом ей продлили они переехали всей семьей и дали постоянную работу они вот так туда и уехали в коламбус а начиналось вот с таких как бы ну а как взять так уехать там расстояние приличное не то что там каждый день можно с точки зрения как бы климата мне нравится здесь до больше но вот люди допустим и вот быт она больше похоже на россию я как бы все равно деле в россию ли где именно как разу ну средний запад иллинойс агайо индиана этот простор вы знаете даже похоже как урал да вот вы виржинии были вот там огромные просторы тоже массально да можно у меня вдруг тоже в теннессе он в тракинг-бизнесе и он он купил себе 5 акров это два два с половиной два и два гектара за 20 тысяч долларов и налоги у него там 1000 долларов в год всего лишь доказать чего там налог тоже не стоит ничего но там у него леса он говорит я как кулак здесь живу он тоже в башкирии я говорю я горит кулак я горит и кулаком стал грида помещик на флит побольше был где-то 8 машин 8 машин ну хорошо так все выплачено вот некоторые тоже думают я приду в тракинг-бизнес я начну брать кредиты машины сами себя выплачивать я как бы не сторонник этих кредитов я как бы думаю что пусть будет меньше 1 2 3 2 3 машины но зато ты ничего не должен банку и ты можешь там шатдаун небольшой сделать если не хватает с водителями проблем если не хватает водителей вы запарковали своему там лишние машины и все ты не должен ни банку никому то есть намного спокойнее а есть такое что брали в корабле с водителями внутри есть есть и квалифицированных рабочих ну рабы почему не хватает водителей что за проблем так деньги же платят ну что они хотят поновее машину они хотят водитель да у меня допустим все старое там 2007 года больше все больше десяти лет и они а рядом большая компания в которой 100 машин раненка не предлагают 2016 года коробка автомат все внутри на и стандарт хорошие и жили водить да и водитель пойдет туда он скажет зачем я буду в этой старой там 30 большая компания где 100 машин обычно платит больше чем-то где 5 нет они не хуже платят иногда даже лучше и у них это большой бизнес поставлены на поток и у них они не работают с посредниками а сразу могут работать с заводами которые вы правили у них профит марджин выше и это как правило тоже иммигрантские компании тоже литовские болгарские там очень сильно развиты вот вы в чикаго там поляков больше чем в варшаве живет насчет варшавы я сомневаюсь конечно да там много поляков и литовцев литовцев 700 тысяч человек по всем чикаго до 700 700 тысяч это больше большинство нелегальные ну я не знаю там очень много нелегальных они по 20 по 30 лет уже там живут и нормально раньше в чикаго еще давали права как бы если у вас есть social security номер социальный то тогда вам дают права и сейчас это тоже прикрыли и все это ли такое бы коммерческие коммерческие да то есть для тех кто как бы здесь без статуса не вне будем говорить нелегально до без статуса и у них нет разрешения на работу они ехали в чикаго они это делали они получали сейчас уже ну вот в калифорнии например обычные права такие гражданские дают нелегалу то есть там да и ставится вас лейкость кружочек такой там что молнии с ограничениями но резон это но это в общем видно да но это правильно сделали потому что этот мексиканец который там будем говорить перелез через забор и он попадает в аварию и да кто-то должен за это платить а так у него есть права страховка и и он едет на работу уже более не это более безопасно для всех остальных да да кроме того они как бы уже на учете все чтобы получить права ты должен зафиксироваться где-то и дальше и дальше уже тебя легче если что так и найти тоже да конечно я не против мексиканцев но центральная америка то мне больше нравится как бы уклад такой такое так скажем общество мень менее цивилизованно но америка конечно очень цивилизованное общество россия как бы мы как бы находимся на границе мы как бы можем и туда это как две трубы 1 100 большим сечением 1 с маленьким и когда в большой трубе жидкость движется медленнее и а когда она попадает другую трубу она начинает быстрее двигаться и вот мы можем как бы из одной трубу в другую попадать но смысл не в этом а а толщина трубы это как бы уровень цивилизованности чем выше цивилизованность тем люди как бы движется с меньшей скоростью вот я понял то есть человеческий материал так скажем в россии он намного ну качественнее лучше то есть они делают ту же работу за меньшие деньги и так далее поэтому многие стараются из россии вытащить своих родственников чтобы они здесь работали семейный бизнес и вот конструкции но я не тривиальная мысль поэтому надо подумать на этим насчет качества там материалов но это же сам не очевидно конечно ну как бы то же самое если про спорт говорить то он намного доступнее как бы в россии чем здесь здесь ты должен ребенка ну или в москве посадить его повезти посмотреть проконтролировать а там у нас чтобы портфель бросил пошел заниматься борьбой чем угодно по дороге еще куда-нибудь зашел то есть как бы большая свобода я не знаю я как мои дети допустим здесь будут в америке ходить вы ездить в эту школу и дед мой допустим он ходил 7 километров школу в соседнюю деревню пешком туда до 7 и обратно 7 это в плане вещей это то есть а допустим и сейчас такой порядке вещей сейчас тоже не только во времена деда думаю что нет но где-то в центральной башкирии в таких в диких поселках так скажем это я думаю в каждом поселке и школы то есть есть и автобусы и довозят и так далее но отлично отлично хорошо друзья значит центральной башкирии привет также западной и восточной и северной и южной всему уралу всему уралу там и вот туда в общем всем туда вот бывшему ссср там вот и давайте вы будете значит когда будут нам комментарии писатели вопрос какие то вы тогда уже включаетесь там отвечать могу рассказать насчет борьбы разница борьбы допусть борьба в его в россии в америке и так далее я боюсь что борьба борьба это не то что у нас вот масса не взлетима что прозрачу давайте некоторым рассказываем про борьбу некоторые спрашивают про траковый бизнес тоже могу ну за один раз мы тоже много не хотим давайте про борьбу скажем а про траковый бизнес заслуживает отдельные темы это это я считаю очень важно у меня есть там небольшой канал но там как бы вы себя на виду в кадр в кадр не будем так ко мне поближе как как бы я в основном там спортивные видео выкладываю ничего про бизнес не так давайте про давайте про борьбу вот завершим на борьбе от раковый отдельно сделал не только на борьбе я и разным я сейчас начал и тяжелой атлетикой заниматься и кросс-фитом циклические тренировки тогда получается нам нужно отдельный сюжет на спортивные нелегко в любой тогда давайте вот что тогда мы сейчас завершаем так всем привет и мы уже передали давайте вот что все что касается борьбы там и всяких дел и физической искать культуры в целом пишите вопросы пишите вопросы и значит наш герой будет как бы лучше ориентироваться о чем следующий раз рассказать правильно по трактинговым бизнесу тоже пишите я понимаю что есть много есть много сюжетов где люди ради каналов те люди рассказывают о трактинге в бизнесе но если есть вопросы мы прям по вопросам можем пройтись там за 15 минут и все про пишите то есть вы правой рукой а я левый мы машем рукой и говорим пока но этим машем рукой до свидания по счастлива